Если спектакль не особо затратный, именно эмоционально, легко. Я всегда заранее прихожу перед спектаклем за часа 3-4. Там все красишься, гримируешься, себя в порядок приводишь. А если сложные эмоциональные спектакли, то я всегда прохожу какие-то сцены постоянно, чтобы войти в этот процесс, чтобы войти в этот спектакль, ощутить вот это все. Это прогон, не прошу там, ребят, пройтись. В основном это самое сложное пока на данный момент. Это вот варшавская мелодия, мы всегда с Ленькой часа 2 тратим на то, чтобы порепетировать перед спектаклем. Комсанка! Здравствуйте, я вас вознуждала! Многое утрачивается, сейчас у нас и время такое, все быстро-быстро-быстро, все на ходу. Кому-то кто-то может вот в легкую зайти, мне рассказывали ребята, приезжал без рук в оперу. Но спектакль пришел, за минут 5 там умылся и пошел играть. И все, и вошел, и все хорошо. А вот кому-то, вот мне, например, нужно сначала себя прокачать, настроить, и только тогда я смогу выйти. А по-моему, вы считаете себя рутом? Ничтой. Ничтой. Которая может сниться в жизни только раз. Когда так безнадежно и душа угрозаивается, хочется покоя, смерти. Когда снится сон. Будто кто-то протягивает себе руку и говорит, проснись, светло. Впрочем, все это не важно. Сначала мы разбираем с режиссером, потому что то, что вижу я, и то, что видит он, не всегда совпадает. И я там вижу ее одной, например, свою героиню, а режиссер видит другой. И вот сначала ищешь момент вот этих состыковок. Ищешь какое-то единое целое. И потом уже в этом начинаешь обдумывать. Раньше вообще как было, все там продумывали полностью биографию, ролик, где я родился, как там жил, и все. На свете вплоть до, я не знаю, до чулок какие носил. Сейчас, ну, наверное, к сожалению, а может быть, просто сейчас другое время, сейчас уже этого не делается. Ну, я все равно там стараюсь тетрадью роль вести, там записываю какие-то вещи. Вот. И у меня это получается больше в процессе находишь какие-то вещи. Дома ты работаешь там над текстом, и ты у тебя уже в голове, что-то здесь вот это, это, это. Складываются какие-то пазлики. Но основной процесс почему-то происходит именно на репетиции. Субтитры создавал DimaTorzok